Уважаемые слушатели, сегодня вашему вниманию я хочу предложить вам работу Владимира Ильича Ленина, который он назвал «Тезисы об основных задачах Второго Конгресса Коммунистического Интернационала». Если вы помните, на прошлом занятии мы с вами рассмотрели тезисы и доклад на Первом Конгрессе, то сейчас хочу рассмотреть уже тезисы на Втором Конгрессе. Тезисы эти Владимир Ильич написал непосредственно перед Конгрессом. Они были написаны 4 июля, согласно той информации, которая у нас есть, а Конгресс начался 19 июля, то есть с расчетом, что эти тезисы будут распространены среди участников Конгресса и заранее будут ими проработаны с тем, чтобы по этим тезисам можно было потом принять соответствующее решение. Ну и для нас эти тезисы, конечно, очень интересны, потому что стоял вопрос о том, что кто должен состоять или имеет право ходить в этот интернационал коммунистический, поскольку, как мы помним, еще и на Первом Конгрессе шла борьба против оппортунизма Второго Интернационала, то есть оппортунистам не должна была быть открыта дорога в Третий Интернационал. Ну и теперь коротко об этих тезисах. Из первого тезиса хочу вам довести такую мысль. В настоящий момент в развитии международного коммунистического движения характеризуется тем, что во всех капиталистических странах лучшие представители революционного пролетариата вполне поняли основные принципы коммунистического интернационала, именно диктатуру пролетариата и советскую власть, и с беззаветным энтузиазмом встали на сторону коммунистического интернационала. Из второго тезиса Победа социализма, как первой ступени коммунизма над капитализмом, требует осуществления пролетариата как единственным действительно революционным классом трех следующих задач. То есть Владимир Владимирович остановится на трех задачах, которые должен решить пролетариат, для того, чтобы добиться победы над капитализмом. Первое, говорит он, свергнуть эксплуататоров и в первую голову буржуазию, как главного экономического и политического представителя их. Разбить их на голову, подавить их сопротивление, сделать невозможными какие бы то ни было попытки с их стороны восстановить иго капитала и наемное рабство. Второе, увлечь и повести за революционным авангардом пролетариата, его коммунистической партией, не только весь пролетариат или подавляющее большинство его, но и всю массу трудящихся и эксплуатируемых капиталом. Просветить, организовать, воспитать, дисциплинировать их в самом ходе беззаветно смелой и беспощадно твердой борьбы против эксплуататоров. Вырвать это подавляющее большинство населения во всех капиталистических странах из зависимости от буржуазии. Внушить ему на практическом опыте доверие к руководящей роли пролетариата и его революционного авангарда. То есть собрать вокруг пролетариата и его авангарда все трудящиеся массы. Так примерно можно коротко назвать вторую задачу. И третье. Нейтрализовать или обезвредить неизбежные колебания между буржуазией и пролетариатом, между буржуазной демократией и советской властью со стороны довольно еще многочисленного, почти во всех передовых странах, хотя и составляющего меньшинство населения, класса мелких хозяев, земледелии, промышленности, торговли и соответствующего этому классу слоя интеллигенции служащих. То есть нейтрализовать мелкую буржуазию. Вот три такие задачи ставит Владимир Владимирович. Третий тезис в этих основных задачах второго конгресса. Из него хочу взять такую мысль. Всякое допущение мысли о мирном подчинении капиталистов воле большинства эксплуатируемых, о мирном реформистском переходе к социализму является не только крайним мещанским тупоумием, но и прямым обманом рабочих, подкрашиванием капиталистического наемного рабства сокрытием правды. Правда это состоит в том, что буржуазия, самая просвещенная и демократическая, уже сейчас не останавливается ни перед каким обманом и преступлением, перед избиением миллионов рабочих и крестьян для спасения частной собственности на средства производства. Только насильственное свержение буржуазии, конфискация ее собственности, разрушение всего буржуазного государственного аппарата снизу доверху, парламентского, судебного, военного, бюрократического, административного, муниципального и прочих, вплоть до поголовного изгнания или интернирования эксплуататоров наиболее опасных и упорных, установления над ними строгого надзора для борьбы с неизбежными попытками сопротивления и реставрации капиталистического рабства. Только подобные меры в состоянии обеспечить действительное подчинение всего класса эксплуататоров. То есть, крайним мещанским тупоумием называет Владимир Ильич то, что можно мирным путем взять власть у буржуазии. Далее из этого же тезиса. Только после того, как авангард пролетариата, поддержанный всем единственно революционным классом или большинством его, свергнет эксплуататоров, подавит их, освободит эксплуатируемых от их рабского положения, улучшит их условия жизни, немедленно насчет экспроприированных капиталистов. Только после этого и в самом ходе острой классовой борьбы осуществимо просвещение, воспитание, организация самых широких, трудящихся и эксплуатируемых масс вокруг пролетариата. Это что касается третьего тезиса основных задач. Четвертым, из четвертого тезиса, хочу сказать, назвать такую мысль. Для успеха победы над капитализмом требуется правильное соотношение между руководящей коммунистической партией, революционным классом пролетариатом и массой, то есть всей совокупностью трудящихся и эксплуатируемых. Только коммунистическая партия, если она действительно является авангардом революционного класса, если она включает в себя всех лучших представителей его, если она состоит из вполне сознательных и преданных коммунистов, просвещенных и закаленных опытом упорной революционной борьбы, если эта партия сумела связать себя неразрывно со всей жизнью своего класса, а через него со всей массой эксплуатируемых и внушить этому классу и этой массе полное доверие, только такая партия способна руководить пролетариатом в самой беспощадной, решительной, последней борьбе против всех сил капиталистов. То есть, что в этом тезисе Владимир Владимирович говорит, что только партия, преданная коренным интересам рабочего класса и тесно связанная с ним, может решить поставленную задачу борьбы против сил капитализма. И еще из этого же тезиса некоторые мысли. Только освобожденная, уже фактически от гнета буржуазии и буржуазного государственного аппарата, только получившая возможность действительно свободно организоваться в свои советы, может масса, то есть вся совокупность трудящихся и эксплуатируемых, развернуть впервые в истории всю инициативу и всю энергию десятков миллионов задавленных капитализмом людей. Только в советах начинает масса эксплуатируемых действительно учиться не из книжек, а из собственного практического опыта делу строительства социализма, созданию новой общественной дисциплины свободного союза свободных работников. Вот эта мысль, которую Владимир Ильич хотел довести до участников Конгресса. Далее из пятого тезиса хочу довести до вас вот что. Переживаемый момент в развитии международного коммунистического движения характеризуется тем, что в громадном большинстве капиталистических стран не закончена, очень часто даже еще систематически не начата подготовка пролетариата к осуществлению им своей диктатуры. Фактически мы сейчас тоже на этот этап вышли. Из этого не следует, что пролетарская революция невозможна в самом близком будущем. Она вполне возможна, ибо вся экономическая и политическая обстановка необыкновенно богата горючими материалами и поводами для их неожиданного воспламенения. Другое условие для революции, кроме подготовленности пролетариата, а именно общее состояние кризиса во всех командующих и во всех буржуазных партиях, тоже есть налицо. Но из сказанного следует, что задача момента для коммунистических партий состоит теперь не в том, чтобы ускорять революцию, а в том, чтобы усиливать подготовку пролетариата. То есть главная, важная задача это готовить пролетариат к своей пролетарской революции. Поэтому, продолжает Владимир Ильич, главной задачей коммунистических партий с точки зрения международного пролетарского движения является в данный момент сплочением раздробленных коммунистических сил образования в каждой стране единой коммунистической партии для удесятерения работы по подготовке пролетариата к завоеванию государственной власти и при том именно к завоеванию власти в форме диктатуры пролетариата. Это вот из пятого тезиса. Из шестого тезиса. Завоевание политической власти пролетариатам не прекращает классовые борьбы его против буржуазии, а напротив делает эту борьбу особенно широкой, острой, беспощадной. Поэтому подготовка диктатуры пролетариата требует не только усиления борьбы против тенденций реформистских и центровиков, но и изменения характера этой борьбы. Борьба не может ограничиваться выяснением ошибочности этих тенденций, а должна разоблачать неуклонно и беспощадно всякого деятеля внутри рабочего движения, проявляющего эти тенденции. Ибо иначе пролетариат не может узнать, с кем он пойдет на самую решительную борьбу против буржуазии. Далее, что касается седьмого тезиса. Здесь одну мысль хочу привести. Диктатура пролетариата означает государственное закрепление и защиту всем аппаратам государственной власти несвободы для эксплуататоров продолжать свое дело угнетения и эксплуатации. То есть аппарат государственной диктатуры пролетариата должен препятствовать угнетению и эксплуатации. Из восьмого тезиса следующая мысль. Диктатура пролетариата есть наиболее решительная и революционная форма классовой борьбы пролетариата с буржуазией. Такая борьба может быть успешна, лишь когда самый революционный авангард пролетариата ведет за собой подавляющее большинство его. Подготовка диктатуры пролетариата требует поэтому не только разъяснения буржуазного характера всякого реформизма, всякой защиты демократии при сохранении частной собственности на средства производства, не только разоблачения проявлений таких тенденций, означающих на деле проведение защиты буржуазии внутри рабочего движения, но требует также замены старых вождей, коммунистами во всех решительно видах пролетарских организаций, не только политических, но и профессиональных, кооперативных, просветительных и других. То есть коммунисты должны стоять во главе всех рабочих организаций. Так надо понимать, видимо, эту мысль. Из девятого тезиса хочу довести следующее. Диктатура пролетариата есть самое полное осуществление руководства всеми трудящимися и эксплуатируемыми, которые угнетены, забиты, задавлены, запуганы, раздроблены, обмануты классом капиталистов. Со стороны единственного класса, подготовленного к такой руководящей роли, всей истории капитализма. Поэтому подготовка диктатуры пролетариата должна быть начата повсеместно и немедленно посредством следующего, между прочим, приема. И раскрываем далее, Владимир Ильич, какими приемами можно осуществлять эту подготовку. Во всех без изъятий организациях, союзах, объединениях, в первую голову пролетарских, а затем и непролетарской, трудящейся и эксплуатируемой массы, должны быть созданы группы или ячейки коммунистов, преимущественно открытые, но также и тайные, обязательные в каждом таком случае, когда следует предполагать закрытие их, арест или изгнание их членов со стороны буржуазии. То есть, для того, чтобы готовить пролетариат к своей диктатуре, нужно создавать во всех организациях, во всех группах пролетарских, или не только пролетарских, как говорит Владимир Ильич, но и трудящихся масс, и коммунистические ячейки, и причем не только легальные. Потому что, как он говорит, арест и преследование их вполне возможно. Ну, и сейчас такое существует. Далее, из десятого тезиса, как бы продолжает мысль о создании коммунистических групп в различных организациях рабочего класса. Ленин говорит, в частности, одна из групп или ячеек коммунистов заслуживает исключительного внимания и заботы партии, а именно парламентская фракция, то есть группа членов партии, состоящих депутатами в буржуазном представительном учреждении. С одной стороны, именно эта трибуна имеет особенно важное значение в глазах самых широких слоев отсталой или пропитанной мелкобуржуазными предрассудками трудящейся массы. Поэтому коммунисты обязательно именно с этой трибуны должны вести работу пропаганды, агитации, организации, разъяснения массам, почему закономерен был в России и закономерен будет в свое время в любой стране разгон буржуазного парламента общенациональным съездом советов. С другой стороны, вся история буржуазной демократии сделала из парламентской трибуны, особенно в передовых странах, главное или одно из главных поприщ неслыханных мошенничеств, финансовых и политических обманов народа, карьеризма, лицемерия, угнетения трудящихся. Поэтому вполне законна горячая ненависть к парламентам со стороны лучших представителей революционного пролетариата. То есть к парламенту нужно особое отношение, потому что это самая широкая трибуна, откуда можно обращаться к труящимся. Далее, Владимир Владимирович говорит, необходимо исключительно строгое отношение к своим парламентским фракциям, полное подчинение их контролю и указаниям ЦК партии, включение в их состав преимущества преимущественно революционных рабочих. А на сегодняшний день в парламенте России мы ни одного рабочего, к сожалению, не видим. То есть нет там коммуниста. Далее, а также, говорит Владимир Владимирович, внимательнейший анализ в партийной работе и на партийных собраниях речей парламентариев с точки зрения их коммунистической выдержанности. Одиннадцатый тезис. Из него такая мысль. Одна из главных причин, затрудняющих революционное рабочее движение в развитых капиталистических странах, состоит в том, что благодаря колониальным владениям и сверхприбылям финансового капитала, капиталу удалось выделить сравнительно более широкий и устойчивый слой небольшого меньшинства рабочей аристократии. Она пользуется лучшими условиями заработка и больше всего пропитана духом цеховой узости, мещанскими и империалистическими предрассудками. Это настоящая социальная опора реформистов и центровиков. А в данный момент это едва ли не главная социальная опора буржуазии. Никакая даже предварительная подготовка пролетариата к свержению буржуазии невозможно без немедленной систематической широкой открытой борьбы с этим слоем, который несомненно, как это вполне уже доказано опытом, поставит немалых элементов для буржуазной белой гвардии после победы пролетариата. То есть с рабочей аристократией, которая поставлена служба буржуазии, необходима, как указывает здесь в этом тезисе, Владимир Ильич, борьба. И еще из этого 11 тезиса всесторонняя и самоотверженная поддержка коммунистической партии и всем передовым пролетариатам особенно необходима по отношению к широкому, стихийному, массовому, статичному движению, которое одно только в состоянии под гнетом капитала настоящим образом разбудить, расшевелить, просветить и организовать массы, воспитать в них полное доверие к руководящей роли революционного пролетариата. Без такой подготовки никакая диктатура пролетариата невозможна. То есть прийти к диктатуре пролетариата и подготовить пролетариат можно только через практическую работу, через практическую борьбу, через организацию статичного движения. Вот о чем убеждает Владимир Владимирович делегатов Конгресса. Из двенадцатого тезиса для всех стран даже самых свободных и мирных в смысле наименьшей обостренности классовой борьбы вполне назрел период, когда является безусловно необходимым для всякой коммунистической партии систематическое соединение легальной и нелегальной работы, легальной и нелегальной организации, ибо в самых просвещенных и свободных странах с наиболее устойчивым буржуазно-демократическим строем правительства уже систематически прибегают, вопреки их лживым и лицемерным заявлениям, к ведению тайных списков коммунистов, к бесконечным нарушениям своей собственной Конституции для полутайной и тайной поддержки белогвардейцев и убийства коммунистов во всех странах в тайной подготовке арестов коммунистов к введению провокаторов в среду коммунистов и так далее и тому подобное. Борьба против коммунистов она до сих пор этими методами продолжается. Можно привести кучу примеров как у нас профсоюзных деятелей различных садят в тюрьму подбрасываем наркотики еще какие-то вещи можно целый ряд примеров привести из деятельности нынешних профсоюзов рабочих конечно. Ну и еще из этого тезиса такая мысль безусловная принципиальная необходимость соединения нелегальной и легальной работы определяется не только всей совокупностью особенностей переживаемого периода периода кануна пролетарской диктатуры но и необходимостью доказать буржуазии что нет и быть не может области и поприще работы которого бы не завоевали коммунисты а больше всего тем что повсюду есть еще широкие слои пролетариата а еще более непролетарской трудящейся и эксплуатируемой массы которые доверяют еще буржуазно-демократической легальности и разубеждения которых является для нас делом наиболее важным ну вот тут вот что я хочу сказать по поводу легальной и нелегальной работы некоторые может считают что раз нелегальная работа это надо какие-то тайные кружки собирать вокруг них там с оружием они должны быть готовы выступить там с автоматами или с чем-то там с гранатами куда-то бежать бороться нет это совсем не так надо понимать легальная работа это допустим парламент то есть легально избраны законы какие-то организации которые зарегистрированы допустим тот же профсоюз там ячейки коммунистические создавать то есть те которые государством признаны но есть организации которые государство не хочет признавать не хочет то есть они не зарегистрированы ну допустим вот есть рабочая партия Россия она же никак не зарегистрирована то есть это считаете что у вас нелегальная работа но это не значит что мы должны где-то затаиться и хранить там с оружием готов быть. Это совсем не значит. А то некоторые именно так понимают, и мне кажется, что бывает на этом эксцесс, я не знаю, насколько реально там с Уфимской этой организацией, но мне кажется, там тоже провокация какая-то была против них. Слышали, да, что их арестовали. Ну вот я, товарищи, на этом хотел бы закончить доведение до вас основных мыслей Владимира Ильича Ленина. В тезисах, которые были подготовлены и распространены на Втором Конгрессе Третьего Интернационала, потому что он уже как на Первом Конгрессе не выступал с этими тезисами, он выступал уже по другим вопросам. И шесть выступлений было у Владимира Ильича на этом Конгрессе по различным вопросам. Если это вам интересно, возьмите материалы Второго Конгресса, посмотрите, очень там тоже интересные мысли были у Владимира Ильича. Ну вот, пожалуйста, может какие-то вопросы возникли, давайте. Еще вопросов можно по порядку? Давай. По-моему, первый тезис о том, что Владимир Ильич, получается, для капиталистического общества интеллигентов приравнивает к классу мелкой буржезии. А, нет, это не из первого тезиса, нет, неправильно вы поняли его мысли. Его мысли не поняли. Он не о всей интеллигенции говорит, а еще раз цитирую его мысли. Он здесь говорит, что класса мелких хозяев, предыдущие там слова я отпускаю, класса мелких хозяев земледелия, промышленности, торговли и соответствующего этому классу слоя интеллигенции. То есть, та интеллигенция, которая примыкает вот к этим слоям мелком буржуазным. Он об этой интеллигенции здесь говорит, а не вообще о всей интеллигенции. Есть интеллигенция, которая выражает и защищает интересы крупной буржуазисты. С той нужно бороться. А есть интеллигенция, наоборот, которая стоит на позициях близких к коренным интересам пронятриата, то нужно привлекать к борьбе. Вот так нужно это понимать. В этом случае же речь не идет о том, что интеллигент это труженик умственного труда. Ну и что? И что? Нет, нет. А как еще иначе можно оценить интеллигента, как труженька у них? У нас многие интеллигенты говорят, что они пролетарий, потому что трудятся. Нет, ну правильно. Но есть люди, которые занимаются физическим трудом, то есть, они производят конкретные материальные ценности, там, допустим, хлеб пекут, там, электричество вырабатывают, там, еще что-то. А есть, которые занимаются умственным трудом, то есть, они материальных ценностей, духовные они производят ценности, а не материальные. К третьему тезису, там, Владимир Ильич, отличает массу трудящихся от пролетариев. Ну правильно. Если это пролетария, то есть масса трудящихся. Да, 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 да. Есть масса других трудящихся, в том числе и вот эти вот мелкие буржуазии, там, крестьянство, это же тоже трудящиеся. Или там какие-то мелкие торговцы, это тоже трудящиеся, да. И интеллигенты, часть, которая привыкает к этим же группам населения, естественно, я не понимаю, в чем тут, в чем было недоумение. Нет, просто это к следующему, к пятому тезису, о том, что, собственно, агитировать-то надо на пролетариях в иностранных государствах, которые входят, так сказать, в капиталистический мир. Что именно пролетария должны быть сагитированы и не должны совершать. Не сагитированы, а дело вот, о чем речь ведет. Агитировать нужно всех, топоганду и агитацию во всех слоях трудящихся. Но дело в том, что для того, чтобы установить диктатуру пролетариата, это сделать он может только сам, но на свою сторону привлечь другие непролетарские слои трудящихся. А как это он может сделать пролетариат? Только организованный. Если он разобщен, не организован, не имеет опыта борьбы, хотя бы стачечной, конечно, толку не будет. Поэтому и стоит задача у коммунистов, у ангарда пролетарского, что способствовать организации пролетариата, закалять его в борьбе против буржуазей, которые он как бы стихийно начинает. Он всегда начинает стихийно. Вот даже сейчас, когда зарплату не платят, куда деваться? Или предприятия начинают банкротить? Он начинает сопротивляться пролетариат. Но пока стихийно не совсем достаточно организованно. И что еще очень печально, что нет поддержки со стороны групп пролетариата различных друг друга. Вот еще что недостаточно на сегодняшний день. Вот дальше Владимир Ильич опять же пишет в следующем бизнесе, что во всех этих рабочих организациях в Волгаре должны стоять коммунисты. То есть это не диктатура, получается, этих самых отдельных рабочих, да? Нет, Александр, я с тобой тут абсолютно не согласен. Нельзя так... Это, например, еще написано. Нет, нет, ты неправильно трактуешь. Я даже не знаю, откуда такую мысль взял, но нет такой мысли, что диктатура какая-то должна... Есть в других у него работах, что он категорически отвергает вот такое понимание твое, что нужно, значит, вместо диктатуры пролетариата, возможно, диктатура коммунистов. Это невозможно. Это будет совсем не то, что требуется. Нет, нет такого ни в одном тезисе у него, что-то ты выдумал из головы. Нет у него такого тезиса, что возглавлять должна организовывать, да, коммунистическая партия, как наиболее сознательная часть пролетариата. Но при этом он говорит, но при этом он говорит, обязательно она должна отвечать коренным интересам и должна как бы соответствовать, ну как бы слиться должна с пролетарской массой, коммунистическая партия. Но она не должна слиться в хвосте этой массы, а она должна ее возглавлять как авангард, как наиболее передовая, наиболее сознательная часть этого класса. Вот о чем говорит здесь Владимир Ильич. Тогда вопрос. Последним уже тезисом о том, что в госпарламенте коммунистическая партия, опять же это договорение для характеристического общества, я уже разговариваю, что она должна выставлять туда своих людей, которые будут вести агитацию, прежде всего рабочих, которые будут, так сказать, выражать. Так какие же рабочих туда выставлять, если это все должны, так сказать, руководить наиболее сознательные коммунисты? Подожди, подожди. Что там будет рабочий делать? Мысли твою никак не могу. Как чего делать? Он ясно говорит, что это самые лучшие трибуны, откуда можно довести коммунистическое сознание до широких масс трудящихся. То есть, они должны не поддержать там какие-то действия буржуазного парламента, а рассказывать, в чем суть, что происходит в стране, почему нужно бороться с буржуазией, и в чем коренные интересы пролетариата, и как он должен добиваться своей диктатуры. Вот чем должны заниматься рабочие в парламенте, коммунисты в парламенте. Статистика, которая набралась за сто лет, да, и извините, все, кто туда в Думу попадает, они перестают быть рабочими. Стоп, 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 стоп. Это где, это где, в каком стране? Ну, давайте возьмем 4-ю Государственную Думу. Помните такая, России, когда 6 человек, да, которая закончилась тем, что власти вынуждены были сослать их в Сибирь за то, что они занимались именно тем, о чем говорит здесь Владимир Владимирович. У большевиков, а у кого еще? А большевики и коммунисты, это разве разные понятия? Все остальные, когда началась война, взялись и собачились. Второй интернационал, ты имеешь в виду, так это оппортунисты и есть? Это какие они коммунисты? Взяли, вроде, лучших рабочих пособили. Да не рабочих там были, кто тебе сказал? Они разложились в эти средства. Кто тебе сказал, что там были рабочие? Ну, бывает, что и рабочие изменяют своему классу, конечно. Так, а зачем мы подбирали все рабочие к коммунисту? Если мы не подготовлены. А кого тогда в парламент садить? Ну, как, тех самых коммунистов, которые должны брать? Которые опыты и прожили, и политикаты? Конечно, так опять же, каких коммунистов, которые... Нет, кого должна стать партия? Парламент, если нужно подбирать. Есть ли смысл кидать рабочего под танк катка парового? Что значит, а почему под танк? Ну, потому что обычный рабочий, какой-нибудь там следствий. Ну, почему не подготовлены? А есть центральный комитет, который будет помогать ему, готовить ему материалы. И так и было в 4-й доме. В 4-й доме, да. А почему сейчас это невозможно? А почему сейчас это невозможно? Почему сейчас, почему сейчас те, кто называют себя коммунистами, посадили там кучу интеллигентов, но ни одного рабочего представителя нет. Ни в одной доме. Ну, в чем дело-то? Почему? Опять же, оппортунизм. Опять же, оппортунизм превуалирует. Хорошо, он посадит, если какого-то рабочего. Вы думаете, будет больше толп? Конечно, да. Конечно, да. Конечно, конечно. Но закаленного, подготовленного рабочего, который уже имеет опыт борьбы. Хотя бы статичных. Конечно. Конечно, подготовленных. Из него политика. Не политика. Не политика. А борца подготовить из него. Готового борца. Который способен бороться за коренные интересы своего класса. Вот. Причем тут политика? Александр, ты неправильно трактуешь. Неправильно трактуешь. Дело не в политике. А дело в осознании своего классового положения. Вот тут в чем должно быть. Ну, а какое может быть у рабочего класса отношение после того, как он не стал быть рабочим? Подожди, подожди, подожди. Какое? Самое. Мы его выбрали в Думу. Он 6 тысяч лет получает зарплату, которую... Да причем тут зарплату? Руками не работает. Вот все. Он в Думе больше, чем рабочий. Такой же интеллигент, как все остальные. Значит, ты предлагаешь что, отказаться от парламентской борьбы? Или как? Нет. А как? А что ты предлагаешь? Я хочу сказать, как минимум нет смысла туда рабочих посылать. Опять нет. А кого ж тогда посылать? Вот сидит сейчас куча интеллигентов, которые называют себя коммунистами в нашей дуэне. Что толку? Нет. Что толку? А, ну, дело называют себя коммунистами, а наоборот дело являются коммунистами. Ну и? Ну и? Да потому, что рабочий без подготовки, что он там будет делать? Так его надо готовить, естественно. А, ну, тогда перестанет быть рабочим. Ну, опять перестанет. Ну, почему он перестанет? Ну, дело... Подожди. Ну, а он не перестанет быть коммунистом. Да, он перестанет производить какие-то материальные ценности. Но если он подготовлен и осознает свои... И готов защищать интересы класса и представлять, то почему он перестанет быть коммунистом? Ну, почему? Да, он рабочий перестанет. Ну, и что? Ну, Ленин никогда не был рабочим, но он все равно был коммунистом. И не только Ленин. Ну, и что? В чем тут страх? Так зачем рабочего туда совать, когда до коммуниста ссовывать? Почему во главе там... Да, почему ты считаешь, что рабочих... Нет таких рабочих, которые подготовлены и осознают интересы своего класса и готовы их защищать. Почему ты считаешь, что такое невозможно? Вот почему? Я никак не пойму. Почему так считаешь? Я уже сказал, опять же, у нас есть статистика за 100 лет. Так, причем тут статистика. Где у нас есть рабочие, которые подготовлены до столько? Причем тут статистика? Ну, насчет статистики, опять же, хочу... Шесть коммунистов во главе с Бадаевым и так далее. Ну, дальше что? Они отлично работали. Рабочие были? Нет, никто не был. Они были рабочими. Ну, а почему сейчас это невозможно? Сейчас уже более образованные рабочие. Даже многие рабочие имеют высшее образование. Почему ты считаешь, что они не способны? Я что-то тебя никак не пойму. Никак я тебя не пойму, что они ни на что не способны, рабочие. Я не говорю, что они ни на что не способны. Где я такое сказал? Только что, видишь, не надо их сажать, надо кого-нибудь. Я говорю, что они не подготовлены. Опять же, не подготовлены. Ну, так надо их готовить. А когда вы его подготовите, он перестанет быть рабочим. Да уже очень много рабочих уже подготовленных. Много рабочих. Возьми, кто возглавляет профсоюзы рабочие? Вот целая куча рабочих профсоюзов. Посмотри, открой вот сайт. Вчера был представитель профсоюза, доверие выступал в медицинском. Вон парень как подготовлен, а он просто врач. И как хорошо подготовлен. Нет, извините, просто врач и рабочий. Это еще все-таки разные вещи. Господи, так... Ну, а кто... Первичный может быть, да? Ну, он первичной организацией. Ну, и да. Ну, и почему нельзя первичной профсоюзной организацией рабочей с любой взять? Ну, опять непонятно тогда. Твое выступление мне совершенно непонятно. Чего ты хочешь? Чем ты хочешь меня убедить? Я никак не пойму. Ну, я хотел привести пример, что есть такой некий Батов. Батов? Член, да. А ты уверен, что он рабочий? Ну, он хвастался, что он работал. Ну, дело не в этом. Дело не в этом. Не перестал быть рабочим. Не перестал быть рабочим. Рабочим... Ладно, но коммунистом можно перестать рабочим, но коммунистом можно остаться. Это во-первых. А во-вторых, можно быть коммунистом и не быть рабочим. Понимаешь, это все зависит от того, как складываются обстоятельства, в какой среде люди работают. И насколько они уверены, насколько они подготовлены к тому, чтобы выражать эти коренные интересы. Коммунистом получается это... Класса, которому они хотят служить. Вот в чем вопрос заключается. В этом страхе. Ну, это получается как философия? Опять философия. Ну, конечно, философия тут присутствует. А если у нас это человек такой... Конечно, присутствует философия. Ну и что? Что, рабочий человек чувствует философии, что ли? Почему? Ты считаешь, что несовместимо рабочему вникать в философские вопросы? Ну, я-то с тобой не согласен. Не, я не то, что говорю, не нужно, нельзя ответить. Главное, Михалыч, идет к тому вопросу. Что, зачем у нас рабочий отличается от интеллигентов? Опять чем отличается? Ну, давайте опять же... Уже мы этот вопрос сколько раз выясняли. Сколько раз выясняли. Это просто тонкая грань. Просто у Ленина есть ответы. Ну, и что? Ну, что ты хочешь, в чем ты хочешь меня убедить или что? Что ты хочешь выяснить? Я никак не пойму. Даже ты уже пришел не к тому, что хочешь выяснить, а в чем ты меня хочешь убедить? Что нельзя допускать рабочих парламентов. Это что ли ты хочешь? Я вас хочу запутать. Не надо меня путать. Запутать, Каванг, чтобы вы на любую группу Ленина... Меня-то с чего путать? Не надо путать. Тебе надо не путаться, а разобраться. Стоишь ты на коммунистических позициях или не стоишь, или собираешься ты на них встать. Вот в чем тебе надо разобраться. А уж меня-то с чего путать? Не надо меня путать. Нет, чтобы становиться, надо быть уверенным, что... Вот именно. Надо быть уверенным, что ты обладаешь конкретными и достоверными знаниями. В этом я согласен. Надо быть тебе уверенным, чтобы встать на коммунистические позиции. Но не самоуверенными. Опять же. Я говорю, уверенным в том, что ты обладаешь достоверными знаниями. Обладать достоверными знаниями и сделать из них правильные выводы, это одно и то же. Конечно. 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 Конечно.